Всем привет! Готовим супчик овощной. Друзья, не пренебрегайте тем, что сейчас есть сезон. Нафиг вам вот эти макаронные все супы и всякая вот эта вот фигня неполезная. Готовьте по сезону. Вот все овощи, которые есть, просто режьте. Готовьте на рыбных, мясных бульонах, на каких угодно. Просто на водичке овощной бульон. Это все полезно. Готовим вот такой супчик сегодня. Свекольная ботва, черешки, картофель, помидор, болгарский перец, сладкий перец, морковь, чеснок и, собственно, сама свекла. И у меня куриный бульончик. Приступаем. Итак, для начала поджариваем чесночок рубленный на растительном масле. Быстренько так, а потом его убираем, чтобы потом добавить в тарелочку. Это просто смак, я прям подсела. Чесночок поджарила, чтобы стало показывать потом, видите, маленькими кусочками, немножко кориандра и морковку сюда нарезаем. Дали немножко морковки поджариться с кориандром. И теперь положили в стороночку помидоры на нее сахар. Дадим немножко выйти вот этой вот сулости помидорной. Я переложила со сковородки вот зажарочку. Освободила сковороду для того, чтобы пожарить нам свеколку и припустить ее чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Сейчас свеколка чуть-чуть буквально прихватится, поджарится. Затем мы ее продолжим дальше готовить. Итак, порезали картофель, промыли его непременно. И бросаю сейчас бульончик. Свеколка чуть-чуть прихватилась. Теперь берем кусочек лимона. Если нет, там добавляйте, что вы любите, смородиновую ягоду, красную, черную, может быть, лимонную кислоту, кто-то уксус может любить. Вот. Быстренько размешиваем и добавляем бульончик. Итак, картофель я бросила в бульон. Бульон у меня на куриной грудках. И добавила сюда бульончика. Перчик болгарский порезала и положила вот в зажарочке. Итак, нарезала черешочки свекольные. Сейчас буду добавлять в бульон с картофелем. Друзья, я сейчас сделаю вот так. Вот это вот остаточки лимона. Положу сюда и потом брошу все это в бульон. Сейчас я все это буду брать в бульон, чтобы одновременно все это свалил. Картофель, черешочки и свеколка. Друзья, на стадии аль денте свеклы и картофеля, они быстро, сейчас молодое все быстро варится, закидываем нашу зелень и уже зажарочку. И все, практически все готово. Чеснок можно положить в самом конце. Зелень какую-то положить или это непосредственно в тарелочку. Вот сейчас забросим буквально несколько минут, 3-5 и все. Ребят, на этой стадии нужно посолить. Вот видите, я уже сверху, вот зелень у меня зажарочка и сверху соли видна уже. Солим и все, 5 минут и супчик готов. Ну вот, друзья, наш суп готов. Я убрала его с плиты, чтобы он больше не бурлил. Пусть так постоит. Смотрите, какой замечательный. Краски лета. Это просто необыкновение. Обязательно используйте сезонные продукты. Они накапливаются в организме на целый год. И дают вам здоровье. Я сейчас чесночок, вот этот зажаристый, брошу сюда. Пусть он постоит, наароматится. Всем приятного аппетита, здоровья, радости бытия, мира и любви. До встречи. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...